У Буренхемского Дома культуры готовились к районному надому, когда на них обрушилась стихия. Не успели даже добелить полностью здание. Увидев черную тучу, разом ринулись в клуб, говорит директор. Кровлю Дома культуры снесло моментально. Из образовавшихся щелей пострадала и внутренняя часть здания. По счастливой случайности никто не пострадал. Ну, будки, сейчас специалисты там считаем, документацией там занимаемся. Ну, определенно я сейчас никак не смогу сказать. Ну, посчитаем там. Сколько? Капитальный ремонт Дома культуры был произведен в 2012 году. Тогда за 13 миллионов рублей полностью сменили крышу и обновили здание. Ущербное население огромное, говорит директор. Ведь в одном здании находились концертные, спортивные залы и библиотека. Больше всего пострадал книжный фонд. Книги уже начали разбирать. Некоторые дадут на хранение в кабинет директора клуба, пока полностью не отремонтируют здание. Из-за прошедшего урагана пострадали. Из-за того, что снесло крышу, дождь пролился внутрь библиотеки. И пострадали потолки наши навесные. И из-за воды книги. И пострадали книги. Дом культуры не единственная пострадавшая от стихии здания. У кого-то кровля улетела, а кто-то остался вовсе без забора. После буря сельчане на два дня остались без света и связи. Бригада электриков начала свою работу сразу после сильного ветра. На три села всего шесть мастеров. Ночью было сложно. Видимо, спухаю. Ну, вечером и все. Ну, опору, по велодейскому волю, опору упала одна. Пал возле садика. Ну, техника пришла с Арыксепа, конечно, вызвали. Буракран, невозька. Начали приступать, устранять работу все. В первую очередь, ну, село Сугбазю включили. Ну, подано, на приезжание все нормально. На следующие дни Зубовка и Буренхем и Кундусту. Жалобы буренхемцев по поводу ущерба все еще поступают в местную администрацию. Можем сказать, что это какой-то вид торнадо. Он был таким, частично был. Это лесничество, старое лесничество пострадало. Очень сильно пострадал даже сельский дом культуры. И частично, где в советское время был склад. И тут стадион, в стадионе. Рядом находится вот Субурган, а в Субургане так и флажки, так и висят. Сегодня в районном центре, в селе Сарисеп, создана специальная комиссия, которая подсчитает материальный ущерб от прошедшей бури как Дому культуры, так и частным домам.